Я хочу вернуться к теме, которая уже совсем, казалось бы, отгремела, я имею в виду Пригожина, потому что вот вчера у нас был Владимир Осечкин, который, между прочим, начал публиковать архив Вагнера в Африке, то есть там все потекло, и, видимо, какие-то люди, которые уже бегут во все стороны, в том числе передали Осечкину абсолютно уникальные фотографии, журналы боевых действий, которые там просто, ну, еще читать и читать, потому что это все написано крупным, но курином почерком. Соответственно, ну, при виде того, что, вот, вопрос первый, что сейчас происходит с наследством Вагнера? Вагнера или Пригожина? А сначала Вагнер... Это не одно и то же. Да все в порядке. Вагнер демонтирован большей частью, процентов на 80-90, его место занимает ЧВК. Министерство, ну, они не Министерство обороны, они Главное управление Генштаба, которое контролируется Главным управлением Генштаба. Активы Пригожина поделены в соотношении. Одна седьмая остается ему, а активы африканские шесть седьмых отходят семье Путина. Что изначально это, конечно, были активы семьи Путина. Все имущество Пригожина в России за некрошечным исключением остается ведь не его семьи. Все, в общем, по-любому, по-дельному. Но вы по-прежнему настаиваете на том, что Пригожин жив. Я что настаивать? Я знаю это. Что настаивать? Он появится в России. Он об этом мечтает. Ему надоело любоваться закатами и рассветами и пить маргариту. Он скучает по движухе, по действиям, по кувалде. И в каких обстоятельствах это произойдет? Как только гарант соглашения покинет этот мир, он готов будет думать о возвращении уже практически. Каким образом Пригожина удалось уцелеть? Его предупредили о том, что самолет будет сбит. Именно сбит. Там не было бомбы, он был сбит. Он вышел напрямую на Путина и предложил сделку. Сбивайте их, а я вот хотел бы остаться в живых. Я обещаю, что я скажусь мертвым и нигде никуда я не полезу. То, что там был двойник, это никого не удивило из тех, кто находился на борту самолета. Это очень часто случалось, что вместо Пригожина летало в двойник. А как вообще оказалось, что Пригожин приехал в Россию? Он вообще все время в России находился практически. Большей частью. Потому что это тоже была часть соглашения предварительного. Он путешествовал из Петербурга в Москву и обратно. Потом полетел в Африку. У него не было никаких проблем. А Уткин? Уткин там погиб. И Уткина не было никаких проблем. Вообще у них ни у кого не было никаких проблем. Они просто рассчитывали, что то, что произошло, произойдет позже. Вот это очень важно понимать. Они знали, что это случится. Они знали, что на них будет открыта охота. Они рассчитывали, что это произойдет, может быть, спустя 2-3 месяца. Ближе к концу этого года. Ну, осенью, по крайней мере. Это случилось раньше. Еще раз. Пригожин был предупрежден об этом. Ну, вот он отреагировал таким образом. Не было догадаться, что действительно будет происходить. Конечно, конечно. Они считали, что у них есть гарантии безопасности. Они считали, что они у них есть. В частности, связанные с тем, что Пригожин был контролером активов, части активов путинской семьи на сумму где-то 14-15 миллиардов долларов. Ну, вот нашлись люди, которые решили эти соглашения негласные, да, или там некие надежды на гарантии похерить. То есть это не был лично Путин? Нет. Он был поставлен в известность. Он, как обычно, макнул рукой действовать. Возвращаясь к последним свежим событиям. Что думают в Кремле об итогах визита Зеленского в США? Не слышал. Я не слышал об этом ничего. Ну, это, скорее всего, означает, что особо и не думают. Ну, или, по крайней мере, не считают эти итоги настораживающими. А что думают о разборке между Украиной и Польшей? Потому что Польша всегда была... Клухо скрываемая надежда. Блин, лес... Да, да. Это плохо скрываемая надежда. Ну, реалисты говорят, что, конечно, надеждам не суждено оправдаться. Потому что милые бронятся, только тешатся. И, конечно же, Польша не будет вставить Украину в неудобное, невыгодное положение и нарушать коммуникации. Нет, этого не будет. Хорошо. Ну, одновременно видят в этом, понимаете, прообраз того, что может произойти между Украиной и Западом. Что Украина, ну, точнее, даже не Украина, а некоторые украинские государственные деятели, или политики мужи, своим неумелым и неумным, так сказать, поведением просто рассорят, рассорят Киев с западными столицами. А они могут, ну, в общем-то, себя не могут рассорить, а Украину нет. Это я бы сказала так. Мне тоже так кажется. Вот здесь другая ставка. Ну, я же говорил, вы спрашиваете о том, что в Кремле думают об их надежде. Ну, понимаете, это вечная надежда, что Украина рухнет под тяжестью собственных ошибок и преступлений. Вот тут вся риторика недогосударства. Failed state. Вот-вот-вот-вот. Все ждали-ждали. А она все никак не рушится и не рушится. Мне кажется, уже пора перестать ожидать. Субтитры сделал DimaTorzok